Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу, наш видеоурок из цикла еврейского поведения, сегодняшняя тема «Запрет обижать людей». Причем сказано не просто об обиде, а о специфической обиде, называется лица «Р». Мучить, притеснять и так далее. Нельзя никого притеснять, доставлять неудобства, создавать людям сложности и проблемы. Вот сейчас, сегодня об этом и поговорим. Учим из стиха книги Шмот, 22 глава, 21 стих. Там так написано «Никакой вдовы или сироты не притесняйте». И Раши на этот стих говорит, это правило касается всех. То есть, объект этого запрета, он не ограничивается вдовой или сиротой, а он касается всех. Говорится здесь обо всех, не только о вдове и сироте, но стих говорит так же и… Стих говорит о них в первую очередь потому, что они самые слабые, и их легче всех обидеть, но нельзя обижать других людей. Я поискал комментарии на этот стих, и из тех комментариев, которые касаются нашей темы, нашей проблематики, тема, которая называется «Еврейское поведение», обнаружил, что Робейну Йона написал в книге, которая называется «Шарейт Шува». Посмотрите, 18 глава, он написал там следующее, что если кто будет притеснять вдову или сироту, это почти точный перевод, грабежом или угрозами, словами или действием, тому полагается смерть по решению небес. Здесь маленькое пояснение. Дело в том, что нарушение запретов карается наказанием, а выполнение заповедей, повелевающих заповедей, приводит к награде. Награды наказания есть в Торе, об этом говорит Рамбам, что я верю в то, что мир устроен справедливо, что за каждое плохое дело, которому полагается наказание, человек получает это наказание, за каждое хорошее дело, которое он сделал, сделал с собой усилие некоторое, он получает награду. Так вот, оказывается, наказанием бывает двух видов. Первый вид – это те наказания, которые мы должны учредить в своей среде. Например, сделать раввинские суды, состоящие из живых людей, для того, чтобы призвать к ответу того или иного нарушителя. Это делается определенным образом, при помощи свидетелей, при помощи установленной процедуры, после чего следует наказание. Но есть вещи, которые не решаются раввинскими судами, или в силу того, что, например, не было у нас свидетелей, или в силу того, что у нас нет раввинских судов, или в силу того, что у нас просто нет компетентных раввинов именно для данного дела, на том уровне, который могли бы судить для данного дела необходимым. А в таком случае есть такая вещь, как наказание с неба. Это наказание следует, независимо от нашей воли, полагать человеку, например, не дай бог неприятность неба, и небо их посылает. Так вот, если кто притесняет вдову или сироту, независимо от того, каким образом он их притесняет, Рабин Йенов сказал, что мы получили от наших мудрецов, что тому полагается не что иное, как смерть по решению небес. Потому что написано после этого стиха, продолжение, стих никакой вдову или сироту, не притесняйте, а в продолжении написано, я читаю. Если будешь притеснять их, вдову или сироту, то когда они будут кричать ко мне, так говорит Всевышний, жаловаться в молитве, я услышу их молитву, это называется, я приму к сведению их молитву и накажу того, против кого они, на кого они жалуются. И написано, каким-то образом пройдет, и возгорится мой гнев, и убью вас мечом, то есть, что значит убью мы вас мечом, пошлю на вас врагов, то есть, будет война, самая задача война, и вы выйдете на войну. А дальше стих пишет, и станут ваши жены вдовами, а ваши дети сиротами. Все отмечают, что именно так, надо понимать этот стих, мера за меру, как ты притеснял сироту, не дай бог сиротой или вдову, так и твои дети останутся теми, кого могут другие люди притеснять, а именно вдовой или сиротой, не дай бог повторяю я. А теперь несколько объяснений о том, что мы сейчас только узнали. Вещи очень простые, естественные, но здесь требуется несколько уточнений. Раби Яков Найман в своей книге, которая называется Даркэй Мусар, посмотрите, глава Багар, так она называется, от имени Рава Аарона Баг, что известнейший талмудист, написал, что Тора требует, чтобы не доставляли мучений бедняку. А именно, написано несколько раз в Торе о том, что бедным людям нужно помогать. Откуда мы знаем, чтобы не доставляли лишних мучений бедняку? Да именно из того, как написано, нужно выполнять закон помощи бедным. Например, одна из видов помощи – это не что иное, как требование Торы, когда ты косишь урожай, снимаешь урожай, оставлять край поля не сжатым для бедняков. И возникает вопрос, а что случилось? Почему бедняк сам должен прийти, взять косу в свои руки или серпы, сжать свою полосу, которая ему дается? Не землю мы оставляем, а полосу целую с колосьями, полными зерна. Мы видим отсюда, что Тора жалеет бедняка. Каким образом? Рабин Найман со слов Рава Бакшта приводит пример. Разве мать, которая рассердилась на своего сына, и посылает, рассердившись на своего сына, посылает ему еду через кого-то, через посланцев, например, через его братьев или сестер, и хочет увидеть, отнесите эту еду ему в комнату. Разве она не обижает тем самым ребенка? Конечно же, обижает ребенка. Хотелось бы, чтобы мама сама принесла, она на него об обиде, и он сам обижается, что мама поступает слишком с ним резко. Именно о матери здесь разговор идет в этой книге, так было написано. Конечно, обижает. Но дело в том, если мы вернемся к нашему бедняку, что у бедняка нет своего поля, у него нет надела на земле, и именно это его расстраивает. Если владелец поля сам скосит эти колосси и даст ему в готовом виде, он будет страдать. Но когда он приходит с косой и сам косит эти колосси, он чувствует себя как бы совладельцем этой земли, соучастником владения земли. И тем самым мы хотя бы в какой-то небольшой степени снимаем напряжение и страдания с него. То есть самой Торе уже в том, что она говорит, оставь беднякам, чтобы они скосили это для себя, свою полосу. Тем самым мы видим, что Тора беспокоится о состоянии бедняка, а не расстраивается ли он. Мы не хотим, Тора говорит, нельзя его лишний раз расстраивать. Рассказ о рабе Шмуэле Ароне Юдалевичи, которым известен был, так начинается этот рассказ, очень короткий рассказ, тем, что он умел проникновенно читать, называется, стихот. Сихот беседы вел в синагогах, вставал рядом, на кафедре рядом с Арону Акойдыш, с тем шкафом, где хранится Тора, и при большом течении людей, народа, говорил Деврей Мусар, некоторые наставления, некоторые слова Торы, касающиеся поведения, ежедневного поведения евреев. И евреи, слушая его, очень часто плакали, и решали про себя, что они делают тшуфу, то есть тшуфу исправятся. И это очень важно. Он ведь не говорил каждому еврею, что ты нарушил, никому не говорил о его конкретных делах. Он рассказывал про общее положение Торы, какие-то истории. И тем не менее, все люди, слушая его, таково было его умение, его мастерство, его сила, его внушение, те люди слушали это и сами исправлялись, плакали. И вот однажды ему предложили в городе Гродно прочесть такую стиха, стиха беседу накануне Йом-Кипура. Обычно эту беседу проводил главный раввин города Гродно, но он, оказывается, летом умер, и теперь будет первый Йом-Кипур, когда этой беседой не будет сказано, кто-то другой должен сказать, пригласили рабе Юдалевича. И он отказался. Он отказался и без всяких объяснений, потому что он сказал, как только услышал об этом, он сказал, что нет-нет, кто-нибудь другой, но не я. Я это не могу сделать. Когда его спросили ученики, а почему, в чем причина, это раньше он никогда не отказывался, а здесь тем более, если причина в том, что умер главный раввин города Гродно, а здесь тем более причина в том, чтобы утешить людей, которые расстроены, которые опечальны, ими, фактом самой смерти его, он сказал, да, но мы забыли о том, что в отделении для женщин, а в каждой синагоге того времени, во многих синагогах нашего времени есть два деления, одно для мужчин, для мужчин, а другое для женщин, чтобы не отвлекались люди, не думали посторонние мысли. Так это положено в нашем роде, в нашем народе это отдельная тема для обсуждения. Небольшая. Вы сами знаете, вы заходите в синагогу, посмотрите, если это серьезные люди здесь молятся, то у него будет мужское отделение, женское, отдельно. Так вот, в женском отделении, сказал Раф Юдалевич, обязательно, скорее всего, мы знаем, будет молиться вдова покойного главного раввина Гродно. И она, конечно, расплачется, и ей будет очень плохо, причем, потому что в первый раз за все годы их совместной, в ее жизни эту стиху, эту беседу проводит не ее муж, который сейчас умер, а кто-то другой человек, и Раф Юдалевич сказал, у меня нет сил расстраивать ее, и поэтому в этом году я читать ничего такого не буду. В нашем стихе, о котором мы говорили, искренне дешмотные, какой вдовы или сараты, не притесняйте, речь идет, знаменителю, о вдове. Но запрет, как мы сказали, запрет на притеснять или обижать, касается всех людей, никого не обижайте. Однако вдова остается на особом счету, вот как был в той истории про Рафа Юдалевича, история, которая только что была рассказана. Вот еще одна история про Рафа Мейра Колица из Луковицы, даже не про него, он сам ее привел, и была ссылка на его книгу, из этой ссылки я узнал эту историю, про Рафа Озера Гроджинского, был такой великий талмудист и необычайно выдающийся, я бы сказал, праведник своего времени. И он рассказывал, что сидели однажды равины, местечко, и обсуждали вопросы, которые были, равинские вопросы свои, у них было заседание днем, но происходило, и вдруг в комнату без слуха ворвалась женщина и стала стучать кулаком по столу, за которым они заседали, они сначала даже не поняли, в чем дело, она что-то требовала от них, потом сквозь слезы, сквозь крики, сквозь проклятия, извините, она явилась не совсем адекватно, стало понятно, что это вдова, которая, как она решила, оказывается, малая помощь из общей кассы, взаимопомощи данной общины, называется ГМАХ, и она требовала справедливости, нет, мужа, у меня кричал, долго кричал, Раф, Озер Гроджинский, поднялся молча, полез в карман, достал свой кошелек, достал из кошелька те рубли, которые там были, золотые рубли, кстати, между прочим, это большие деньги, того времени, и притянула ей, положила на стол, дал ей, она забрала деньги, и продолжала кричать, а поскольку Раф Гроджинский, стоял перед ней, то она начала осыпать проклятиями и его, тогда люди решили ее взять за руки и вывести, и подступили к ней, и хотели ее успокоить, вдруг Раф Гроджинский сказал, оставьте ее, разве это не та вдова, о которой говорит Тора, все, больше он ничего не сказал, и история сошла на нет, но это очень интересное выражение, рассказано, разве это не то, о чем говорится в стихе, получается, что именно об этом говорится в стихе, стих говорит, не обижайте вдову, которая придет к вам, будет вас обижать, кричать, требовать помощи, проклинать вас, вот об этой вдове говорится, не обижайте ее, согласно Раф Гроджинскому, а тем более всех остальных вдов, которые, в принципе, ведут себя достойно, то есть плохое поведение не является тем фактом, из-за которого мы можем приступить этот запрет, Тора так не разрешает нам себя вести. Еще один рассказ, в данном случае, который приведен от имени Рава Шмуэля Прима, это сефардский раввин, который жил здесь, у нас в Иерусалиме, и он рассказал, что очень давно, в стародавние времена, турецкие власти в Иерусалиме наложили очень большой, сдали указ, мандат, не знаю, как называется, решение, о том, что евреи города Иерусалима будут приносить еще больше налог, особый налог за проживание в столице. Многие хотели жить в столице, турецкие власти хотели получить из этого выгоду. налог был не очень большой, и вынести его было невозможно, вся община Иерусалимская молилась, но, как написано в книгах, в таких случаях так и говорят, не было ответа с неба, не было нам отвечено. Это называется, что молитва не принимается. День проходит, второй, третий, указ этот не уничтожают, не отменяют, больше того, требуют срочно выдачить денег, люди голодают, ответа нам нет. И сели заседатель, лидеры общины, что делать? Тут один из этих лидеров, один из богатых людей, относительно богатых, просто этот человек, который стоял во главе общины и был несколько, это был совет, парнастив называется, парнастив, это человек, который обеспечивает других, работает, помогает. То, что называется, торем. Спонсор по-русски, да? В нашем современном языке. И один вот такой спонсор предложил, давайте вы, вот этот налог мы не можем, потому что денег у нас нет. А так давайте сделаем следующую вещь, уменьшим деньги на помощь изучающим тору, а также вдовому сироту. У нас есть специальный пункт траты, так этот пункт мы, деньги этого пункта мы уменьшим. Давайте снизим эту помощь. Обратите внимание, он это даже сказал, даже таким образом, не для того, чтобы платить налог из тех денег, которым будем выплачивать эти люди, а в силу совсем другой причины. В Торе сказано, что те, кто страдают, а именно вдовы, сироты, люди бедные, которые сейчас не будут получать деньги, они будут молиться, а им уж точно отвечается с небес. А раз так, то этот указ и будет отменен. Он зал предложил, и почему-то это приняли, это решение. И на самом деле, так называемый, вели так называемый стимул для бедняков молитесь, и нам, и наше общение будет отвечено, и наше общение ответит с небес. Так сделали, и не прошло даже много времени, совсем быстро, тем же летом, разразил страшный эпидемий в Иерусалиме, и многие умерли, в том числе, многие из этих лидеров. Об этом написано, если притесняешь вдову или сироту, и они молятся с жалобой против тебя, против притеснителя, и им отвечается с неба. А как им уже отвечается с неба? Посылают смерть с неба, и притеснитель погибает, и его жена становится вдовой, а ребенок сиротой. Как было сказано в продолжении этого стиха, Раф Приман добавил уже от себя, сказано, услышу его молитву, не притесняй его, а иначе он будет кричать, я услышу, притесняй его молитву, притесняй его молитву, но не сказано, услышу твою молитву. Потому что, если ты молишься, но в то же время притесняешь вдову или сироту, разгорится гнев Всевышнего, и погибнешь ты от меча, а твоя жена, не дай Бог, говорю я, говорим мы, станет вдовой. Итак, Тора защищает славу. Это очень важное правило. Мы все знаем, что Тора справедливый, Тора любит людей, и Тора помогает славым. А сейчас посмотрим просто внимательно на эти три слова Тора защищает славу. Поэтому, между прочим, дается ктуба женщине, 200 зус. Ктуба – это письмо, которое составляет договор, договорной документ, который составляет муж и жена, в котором написано, что в случае неудачного прекращения брака, например, муж разводится с женой, или муж умирает, она получает или от мужа в случае развода, или от наследников мужа в случае его смерти определенной деньги. Не он получает, она получает. Почему? Потому что она социально слабый элемент. Женщины во все времена у нас до появления бизнес-румин, женщины были слабыми, и поэтому Тора их обязательно защищает. Именно тем, что уже в самом начале, когда любовь настолько крепка и сильна, что человек скажет, а зачем мне думать о том, что мы разведемся, мы никогда не разведемся, уже в самом начале Тора говорит о том, что на всякий случай запишите, пожалуйста, учтите, пожалуйста, то вероятно, что пускай небольшую вероятность, когда человек будет страдать, чтобы он не страдал, возьмем на себя обязательство платить 200 зуз. Поэтому сказано не притеснять вдову, сироту и пришельца именно в том же ключе. Мы должны посмотреть на это, что они социально слабые. Общее правило очень простое. Правило звучит таким образом. Есть и возник конфликт между двумя людьми. Например, такой конфликт, который решается в суде при помощи обращения к раввинам, к раввинским судмам, надо защищать слабого, а не правого. Вы слышите? Возник конфликт между, например, двумя людьми. Каждый говорит из них, я прав, а ты не прав. Так вот, решать этот конфликт нужно таким образом, чтобы в сторону слабого, а не правого, даже если слабый не прав. Так в жизни, в обычной жизни, еще до прихода к раввинам. Например, про что пример рассказываю, привожу. Предположим, ребенок, младший сын пришел к вам с обидой на старшего сына, кого-то, и говорит, что его обидели, горько плачет, он сейчас страдает. Наверное, он сам себя недостойно вел, например, он отнимал конфеты у кого-то, а ему ее не дали, потому что более сильные люди не дали ему. Ну, ужасно расстроенно, считается, что мир не сопределив, и пришел тебе показывать пальцем, или не показывает пальцем на обидчика, потому что он, например, во многих семьях знает, что лучше не говорить о том, кто тебя не нравится, кто тебя обидел, потому что это ваша нора. Мы говорили об этом. Ну, предположим, ребенок это не знает, и говорит, он меня обидел, папа, накажи его. Или, например, пускай даст мне конфету. Не надо говорить о наказании. Да? Восстанови справедливость. Что мы делаем? Берем его, утешаем, даем конфеты, если можно. У того ничего не отнимаем, утешаем этого. Хотя он и был неправ. Почему он слабый? Утешение в адрес слабого. Помогаем слабому. Старшему брату, который свою конфету ему не отдал, мы ему и не говорим, ну, 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 можем попросить его, может, ты уступишь. Но мы его тоже, в это же время, прямо тут же, сейчас тоже пригласим к себе на второе колено, поставим второе колено и тоже его поцелуем, дадим ему тоже конфету, чтобы младший, который укрылся у вас уже здесь и добился правды конфеты, и смотрит на всех с полу и показывает тем самым, что он-то уже у папы самого сильного защитника в этом мире, чтобы у него не возникло ложное ощущение или впечатление о том, что он любимчик. Я, оказывается, люблю и того, на кого он жалуется, чтобы он увидал, что в любимчике выбиться у меня совершенно невозможно. И дети меня не боятся, а любят. Потому что в таком случае все будут бояться и не любить младшего, отец ему помогает. Как бы ни получилась у нас история с Йосефом, который приключился в доме Якова и братьев Йосефа, когда Якова выделил именно Йосефа. История непростая, о ней стоит писать и говорить, она понимается не в лоб, там есть и подводные камни, и объяснения. Но в жизни мы видим есть такие случаи, когда любимчик подвес своей якобы слабостью завоевывает сердце отца, руководителя, царя, каким-то образом хочет, чтобы у него был, извините за выражение, карьерный рост в данной среде. Мы не должны этого делать, потому что пойдут взаимные обиды и так далее. Если мы будем говорить не обижать ему моего слабого, моего любимого, то обижаются другие. Нам сказано, никого не обижай. Лично один пример. В суде, например, там мы сказали, что в жизни принимается страна слабого, утешается, но еще не за счет его правоты или неправоты. В суде, например, совершенно нельзя так поступать, нельзя издать указ, принять решение в пользу слабого, который нарушил закон. В суде наказывают неправого и поощряют, оправдывают именно правого, тот, который делал хорошие вещи. Например, в суде иногда бывает приходится наказать даже слабого. Например, служанка, которая убирала комнату, украла какую-то дорогую вещь у своей госпожи. Судья не может принять решение такое, что вот служанка у нас слабая, она у нас пролетариат, а хозяйка ее это новорошь или семья олигархов, и поэтому у них и так много решения Торы, пускай она смирится с этой потерей, больше того, пускай она еще и приплатит. Это не решение Торы, это несправедливо. Служанка должна вернуть эти деньги, это украшение, а сегодня нет уже украшения даже заплатить за него. Это совершенно точное решение. Но судья не может сказать, ну что же мы, нужно быть велосердным, нужно простить ее. Он может выйти в кулуар, как частный человек, сказать хозяйке дома об этом, и как раввин, который доставил, но как судья он этого не может сказать. Он может даже взять и отозвать ее служанку, достать из своего кармана деньги, и дать ей эти деньги, чтобы она вернула, пожалуйста, это он может сделать. Но он не может заставить простить этот долг хозяйку. Если хозяйка так сделает, это совершенно замечательно. Но, по крайней мере, по суду ей полагаются эти деньги. Почему так нельзя сделать? Потому что добро нельзя делать за чужой счет. Если ты хочешь сделать добро, это очень важный момент. Ты делай его сам, за свой счет, своими усилиями, своим телом, но не... Можно призвать других людей, пригласить их делать добро, но нельзя их заставить на силу. История про рабе, шлома, морские швадроны. Известная личность, известный праведник из города Березин. Он был главой раввинского суда в своем городе, город Березин. И однажды он на раввинском совете, наверное, отметил, что раввину, своим ученикам, раввину запрещено не принимать тех, кто пришел к нему за советом. За помощь или с вопросом. Ссылаясь на усталость или сказать своим домочадцам, передайте, что я сейчас сплю, пускай я придет попозже, или я ем, пускай я придет попозже. Почему так нельзя поступать? Написано в Талмуде, в Масахат-самоход, 88, о том, что были приговорены к смерти римлянами два величайших мудреца еврейского народа, Рабан Шимон, Бен Гамлиэль и Раби Ишмаэль. И Рашбаг, так сокращенно, называют Раби Шимона Бен Гамлиэля, он сказал своему старшему другу, Раби Ишмаэль, которые обошли на казнь, он сказал, нас убивают, интересно, нас убивают казнью, нас убивают, как убивают убийц. Сам вид казни такой. А их убивали только за то, что они преподавали Тору, учили Тору, поддерживали Тору в еврейском народе, или так все убивают тех, кто публично, нагло, не скрываясь, нарушает субботу. За что? Мы так не поступили. И ответил ему Раби Ишмаэль, так написано в Талмуде, возможно, ты однажды или несколько раз сидел у себя за столом или спал. Пришел человек, который хотел обратиться к тебе, а ему обратились, подожди, наш раввин ест или спит. Так вот за это полагается смерть. Почему? Сказано в стихе, выдавую сироту не притеснять. Даже таким ожиданием. Вот ты вот такого высокого уровня человек, такого высокого рода, ты руководитель еврейского народа, с тебя и спрашивается по максимуму. Поэтому смирись с своей участью. И Рашбак, Раби, Шимонбенгамлей, сосмирился и сказал, спасибо, ты меня утешил, если я несу наказание за свои грехи, это исправление, искупление мне будет засчитано. А между прочим, отсюда следует, очень даже простое правило, отсюда следует, следующая вещь, что раввин принимает посетителей сразу, без задержки. Он не должен задержкой обижать других людей. Мучить, лицаер называется, доставлять ему неудобств. Они пришли к тебе, к раввину, выполнять свою функцию. Но надо сказать, это, наверное, очень важно, что и мы, придя к раввину, даже сами себя спросить, или спросить просто людей, может ли раввин нас принять? Если нам скажут, вообще-то он спит или ест, мы должны развернуться, молча уйти. Почему? Потому что, если наш вопрос не такой срочный, если мы можем подождать, если он терпит времени, то мы тоже обязаны не притеснять, вообще не притеснять никого, в том числе раввина, и заставлять ему мучения. Потому что человек на самом деле, спит или человек на самом деле, где реест. Если ты можешь подождать, проявить человеколюбие, терпимость, и не мучить своего раввина. Между прочим, это тоже одно из правил, почему мы, как правило, не напрашиваемся к раввину, например, в гости. Я не мог себе представить ситуацию, когда я, захотев пообщаться с своим раввином с субботним столом, возьму телефон и позвоню ему, я подъеду на субботу и буду у вас. Конечно, он скажет, пожалуйста, приезжай с удовольствием, мы рады тебе, но это будет действие, извините за выражение, совершенно недопустимое. Так не поступает. Нельзя никого мучить, ничем. Даже если тебе в ответ, и ты заранее знаешь, то в ответ тебе согласятся, сделают, дадут, по твоей просьбе выполнят. Дай мне такую-то вещь, и человек, чтобы тебя не обидеть, даст тебе ее. Или продаст, он не хотел ее продавать. Это называется доставлять страдания другому человеку. Он душой переживает, он не собирался продавать эту вещь вообще никому, тебе в частности, а теперь заставили. Между прочим, это касается часто очень людей, которые обладают некоторым авторитетом, весом, учитель не может взять что-то, попросить у ученика, слушай, подари мне эту ручку, это, конечно, жутко, продай мне эту ручку. Или раввин у своих, у евреев в своей общине, или начальник у своих подчиненных, пользуясь своим положением, попросить их сделать что-то, и подчиненные, чтобы услужить, удружить своему начальнику, из-за страха потерять свой в карьере какое-то место, бонус, или же просто заискивая перед ним, но в душе не желание отдать этому вещь, он, конечно, мучается, эти вещи совершенно недопустимы, в силу правил, которые называются сироту, и вдову, или сироту, не притесняй. Следующий пункт у нас один Бахур, Бахур мы знаем, что это такое, это молодой человек, который учится в Еживе, был сиротой, и пришло время ему выходить на шедухи, шедух мы знаем, что это такое, такое особое действие, когда жених подыскивает себе невесту, а невеста подыскивает жениху, в этом участвуют люди, которые собирают данные, некоторые, о молодежи данного района, или города, называется Шатхин, советуются с саровинами, который тоже может выступить как советником, так вот подыскивали шедух, помолвка, организация этой помолвки, и ему устроили такой шедух с одной девушкой, и были три встречи, как-то говорили о том, как все это происходит, но сейчас достаточно только этого, были три встречи, после которых они должны были решить, или продолжать эти встречи, или просто уже решить стать мужем и женой, и выйти на свадьбу, передать дело родителям, так вот он был сиротой, и прошли три встречи, и он не мог принять решение, нету отца, нету матери, он очень страдал, страдал, потому что боялся допустить ошибку, и обратился к одному раввину, который входил в круг, кружок вокруг Хазон Иша, Хазон Иша, вокруг него было несколько раввинов, к одному из них он обратился, и тот сказал, что ни в коем случае он не может взять на себя такую ответственность, и помочь этому молодому человеку, советом, почему, потому что он, потому что юноша должен решить сам, потому что он должен быть взрослым, а он такой ответственности взять на себя не может. А потом через несколько дней обмолвился и стал Хазон Иша про всю эту историю, и тот не то, что удивился, тот возмутился, удивился, разве твой поступок, когда-то умыл руки, и не участвовал в этом деле, это не является обидой для сироты. Причем смолчал, подумал, а потом сказал, ну ладно, мы сделаем следующую вещь, мы все можно еще исправить, пригласи, пожалуйста, Бахура ко мне, и мы сядем и подумаем, что какие-нибудь там трудности стоят. Пригласили этого Бахура к нему, и с этим вот Равином, который вроде якобы отказался от этого решения, и они коллегиально приняли решение, обсудили кандидатуру, что случилось, что он боится, после чего Хазон Иш вынес решение, это твоя пара. Значит, соглашайся, я тебе очень советую, наставительный советую, это будет хороший брак. Так, кстати, и случилось. Отсюда у нас вывод. Если бы тот не был сиротой, то, может быть, Хазон Иши не привел бы, привел бы меньше участия в его судьбе. Почему? Потому что, на самом деле, люди, многие вещи должны решать самостоятельно за самих себя. Но именно в силу того, что это был сирота, он не мог поступить иначе и привел полное участие. Ну, вроде как, отец этого молодого человека выступил Хазон Иши. Так и надо поступать. Не обижать, это называется принять участие, в частности. Раби Хаим Брим, известный человек, известный Равин, одна из улиц нашего города, прямо рядом в моем районе, названная в моем память, рассказала следующая история про Раби Сара Залмана Мельцера. История довольно-таки известная, сейчас я ее перескажу. Он был очень старым человеком, и свой последний в жизни Йом-Кипур он провел в Яшиве, который руководил. И перед этим Йом-Кипуром он почувствовал себя плохо, очень резко почувствовал плохо, и решил он отдохнуть, просто лечь, лечь, поспать, полежать. Рядом в Йешиве было несколько зданий, в одном из зданий был большой зал, где молились люди, в Йом-Кипур, там должна была пройти молитва, конь Нидры, а он пошел в соседнее здание, общежитие, наверное, и там ему проставили комнату, там не было подушки, и он попросил одного из находящихся там молодых людей, чтобы тот ему принес подушку. И тот побежал, принес ему подушку. После чего прошло минут сорок, и он пришел и сказал, что он вполне отдохнул и нашел себе силы провести Йом-Кипур вместе со всеми. Его близкие люди спросили, что на самом деле отдохнул ли он, может быть, им нужно отдохнуть. Он сказал, что вообще-то я и сразу почувствовал прилив сил перед таким великим днем, и мне не нужна была помощь, но ведь сорок минут живо отдыхали, значит, все-таки, может быть, это недостаточно. Он говорит, что я и сорока минут не отдыхал, я сразу же почувствовал себя легко, так прошло, вся усталость прошла, и я пришел сюда. А почему я на сорок минут задержался? Молодой человек принес мне подушку. Если бы он увидел, что я не лежал на ней, а пришел сюда, он чуть-чуть бы расстроился, обиделся, что он сделал какое-то дело зря, чтобы его не обижать, что он помог мне, старому своему муравину. Я там задержался специально, чтобы его не обижать, чтобы он не подумал, что он зря старался. Я однажды рассказал такую историю, с другими раввинами произошла аналогичная история. Вышли люди из Ешивы после уроков, обеденный перерыв в одном местечке, и шли вместе с своим раввинами, обсуждали все еще какую-то тему, и на это раввин им сказал, что вообще-то нужно посмотреть очень внимательно на текст Талмуда, как там это место прописано. Но в руках у них не было Талмуда. Тогда один молодой человек подошел, не подошел прямо в этой же кампании, сказал, «О, Ареба, я сейчас бегаю обратно, мы сейчас посмотрим, это очень интересное место». И он побежал. Они стояли и обсуждали, а поскольку они были в еврейском местечке, рядом с домами, открылось окно, и кто-то высунулся оттуда, говорит, «А, у меня, кстати, Талмуд-то есть, посмотрите, пожалуйста, это место». Наверное, они очень громко говорили. Есть польза в громком разговоре. Часто говорят, «Ой, евреи громко разговаривают, как видите, бывает, помощь приходит вовремя». Тот услышал громкую речь, говорили о Талмуде, и тут же дал им Талмуд. Они тут же, моментально, ни о чем не задумываясь, открыли на нужной странице Талмуд, прочитали все, что им нужно было, и продолжили обсуждение. Вдруг увидали, как молодой человек бежит с Талмудом, запыхавшись, и говорит, «Вот, я вам принес книгу Рэбе, Рэбе». И счастливо дает ему. Все стоят молчат, что сделает Рэбе. Рэбе берет и говорит, «О, вот сейчас мы и посмотрим». Открывает Талмуд на той же странице, читает и заново читает, как будто бы никакого обсуждения сейчас не было. Для чего? Чтобы этот молодой человек не расстроился, что он зря бегал куда-то, что он потрудился по делу. Еще одна история про Раву Мельцера, о которой мы говорили, со слов Раби Хайма Брима, да? К нему пришли родители одной бахуры. Бахура – это молодая девушка, которая в возрасте бахуров, которая учится в Еши. Младая девушка, ну, начиная, не знаю, с 14 до 20 лет, наверное. Любая девушка, которая выходит на встречи для момента шедуха, это называется Бахура. И к ней пришли родители этой девушки и сказали, что у них был шедух принятый, и они назвали Ирусин, был договор о свадьбе, все документы были подписаны, и осталась сама свадьба. И вдруг Бахур, Бахур, который встречался с этой девушкой, который должен был быть женихом, отказался по каким-то причинам, отказался от свадьбы, свадьба нарушена, и это приводит к большим страданиям и всю семью, и девушку, и родителей. А причина их отказа была, скорее всего, в том, что они почему-то, наверное, передумали тот пункт, который называется экономическим пунктом. Дома не решили попросить большего участия в судьбе этой молодой пары со стороны родителей невесты. Например, не покупать, решили они, подписали договор о том, что они будут снимать квартиру, помогать снимать квартиру, а теперь они решили ее покупать. Но поскольку родители не могли согласиться с невестой, то они отказываются от брака. Это совершенно недопустимая вещь. Девушка расстроена. Рафмель Царь тут же связался с руководителем той Еши, в которой учился данный Бахур, и написал ему письмо. Это еще телефонами мало общаясь, наверное, что это письмо написал, что деньги не могут быть причиной страшной обиды, страданий, которые ученили этой бедной девушке. Дела зашли так далеко, до Арусин, это называется, до дня, когда устанавливается свадьба, то так нельзя поступать. Почему? Потому что нельзя обижать других людей. Это общее правило. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы делали тебе. В принципе, это общее правило идет лет мотивом во всех наших беседах. Это главное правило. Мы говорили о нем в самом начале. Так было сказано величайшим мудрецом еврейским, Елелем, который сказал, что в этом, в принципе, вся Тора, а вся остальная Тора, кроме этого правила, это, конечно, как комментарий к этому правилу, и на, и так, не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Мы не хотим, чтобы нам доставляли неприятные минуты. Милкое страдание все равно не хотим, а значит, и мы должны и другим доставлять эти неприятные минуты тоже нельзя. Вот пример из моей личной жизни. Однажды на одном семинаре, где проводились занятия, выездные занятия для молодежи, было установлено время для Минхи, верующие люди, те, кто соблюдает за аппозитором, а там много было и просто молодежи, которые приехали слушать уроки о нашей Торе, святой, было установлено время молитвы Минхи, и один человек в той группе читал, читал Кадиш, Кадиш, это значит, что это такое, это молитва о умершем близком родственнике. У него, я помню сейчас, как сейчас помню, у него был Кадиш, он читал по своей умершей тёще. Такой обязанности нет, на человеке читать Кадиш по тёще, но как, видимо, у этой женщины, которая умерла, не было сыновения, было братьев, и некому читать Кадиш, и он взялся это делать, и он делал это в течение 11 месяцев нужно делать. И все договорились утром, когда будет Минха, но все пришли, учились, пришли чуть пораньше, минут на 20, и посмотрели, что Минин есть, у нас 10 евреев, которые могут вместе читать молитву Минха, уже у нас есть, и они её прочитали. Пришёл тот человек, и страшно, даже не обиделся, а расстроился, теперь ему негде прочитать Кадиш, все разошлись. Так вот, так поступать нельзя. Почему? Потому что нельзя расстраивать людей. Вот именно по этой причине в синагогах никогда не начинают молитву раньше установленного времени, раньше того времени, которое написано на листочках Минха в такое-то время, Мария в такое-то время, а утренняя молитва Шахрис в такое-то, не начинает, вплоть до того момента это время начнётся. И вообще такое правило, если мы собрались все вместе, а одного нет, нет по уважительной причине, хотя потому что то, ради чего мы собрались, нужно, должно было начаться через 15 минут, все 15 минут мы будем жать одного. Почему? Потому что по Торе у евреев семеро таки ждут одного. Такое правило. Сказано про вдовую и сироту, а не про всех остальных. Почему? Потому что их легче всего обидеть. Поэтому не смотрим на то, что Тора говорит о людях, у которых нет супруга или родителей, а смотрим на то, что Тора имеет в виду людей, которых легко обидеть. Видите, какая логика? И так говорят, в Торе написано про вдовую и сироту, потому что у вдовы нет мужа, а у детей нет отца. Значит, их нельзя обижать? Нет. Это причина, почему их нельзя обижать. Причина заключается в том, что их легко обидеть в силу того, что у них нет мужа или детей, а поэтому вывод, нельзя обижать никого, кого легко обидеть. Вы скажите, а кого легко обидеть, а кого нелегко обидеть, так вот, кто обижается, того и нельзя обижать. Хороший определитель. Я, в общем, то, что я сейчас сказал, это касается всех. Это касается начальника, который легко и не по делу может обидеть любого подчиненного и на силу того статуса своего. Это касается учителя, который легко и не по делу, я про дело не буду говорить, нужно стараться не обижать людей даже по делу, а тем более не по делу запрещается обидеть ученика, ведь он зависит от его оценки, а в институте от этого зависит его и стипендия, и прочие вещи. Это касается даже родителей, которые легко могут не по делу обидеть ребенка. Вы скажете, ну они-то не сироты. Правильно, они не сироты, но и сирот мы учим то, что нельзя обижать того, кто легко обижается, а все дети легко обижаются. Ну, пример про обиду детей. Пример их множества. Например, я заметил, что некоторые люди, не могу сказать из России или из других стран, но из России очень часто это делают, такие счастливые, хорошие люди, русские евреи, просто замечательное еврейство. И когда выходят дети счастливые, которым дали конфетки, вдруг подходит человек и говорит, дай мне конфетку. Ребенок смотрит на него, хлопает глазами, что-то дядя хочет. Я тут протягиваю руку, дай, пожалуйста, конфетку. И, как правило, ребенок в нормальной среде, это у нас, в нормальной семье, нормальный еврейский ребенок дает ему дядя конфетку, не понимая, что происходит. В это время у него отнимают сейчас вещи, принадлежащие ему. А дядя улыбается, хороший мальчик какой, замечательный, держи конфетку обратно. Тем самым проверил, добрый он или не добрый. Это называется жутко обидеть ребенка. Это надо понимать. Почему? Потому что в это время он не играл в какие игры. Дети прямодушны. Если ты забираешь его, ты его обижаешь. А раз так, то нельзя это делать даже в шутку. Не обижаем детей. Сейчас мы говорим просто об обиде, которую можно нанести нечаянно ребенку. Раби Натан Цви Финкель был очень близок к праведнику, к величайшему праведнику, талмудисту, которого звали Саба из Слободки. Мы говорили неоднократно про него. И так вот, когда тот был Саба из Слободки очень старым, это же было в Израиле, то Раби Натан Цви Финкель жил у него в доме. У него был свой дом в другом конце города. Но он жил именно у него в доме, в квартире. Потому что, чтобы ухаживать за ним, ночью, не дай бог, что-нибудь произойдет, чтобы не оставлять человека одного. И однажды надо было Рау Финкель поехать в Тель-Авив навстречу Равинов. Кстати, между прочим, сам Саба из Слободки послал его на эту встречу. Это была важная встреча. Он сказал, езжай обязательно туда. И тот уехал. И была встреча, серьезная встреча. И она затянулась до поздна. И далеко за полночь. И когда Рау Финкель вернулся домой, а именно домой, к дому Саба из Слободки, то он решил не будить пожилого человека, пожилого мудреца, старого мудреца. Значит, будить не надо его. А рядом стояла Ешива, в которой все они преподавали. И он решил пойти в Ешиву. Просто пошел в Ешиву, где спать негде было. Но только он решил, ничего страшного, не будет, я себя поучусь до утра. Буду сидеть до утра учиться. Потом помолюсь в шахрасе, пойду домой спать. А потом оглянулся на дом, в котором жил Саба из Слободки, и увидал, что тот стоит на крыльце у подъезда, в пижаме ночной, на котором накинуто пальто или плащ. И он испугался, подбежал к нему. И тот тоже очень обрадовался, спросил, в чем дело. Тоже, ну смотри, Раф Натан Цви. Я так решил. Я уже лег спать и заснул бы. А потом я подумал, ты же приедешь сюда, я же тебя знаю. Увидишь, что в окнах нет света. Ты будешь уверен, что я сплю. Чтобы меня не будить, а ты уж точно сделаешь, чтобы меня не будить, пойдешь в Ешиву, а там спать негде. И там будешь до утра учиться. А это страдание, в принципе, не ты же решил учиться. Получается, что я тебя заставил учиться, а я не хочу доставлять тебе страдания. И поэтому я решил, тут же я встал, буду стоять, пока ты не придешь, чтобы ты не страдал. Так сказал Саба из Слободки. Он беспокоился, старый человек беспокоился о молодом. И даже не пошел спать. Есть интересное место в Торе, о котором я недавно совершенно прочитал, долго я об этом не знал, приводится в комментариях Баля Турим. Баля Турим – это известнейший, очень лапидарный комментарий на Тору, на недельный раздельный, просто на хумаж, на пятикнижие. И там было написано о том, что Тора беспокоится о том, чтобы не обижать, не приносить ненужные страдания никому, тому, кто слаб. Есть очень интересный пример, и это видно во всем. Например, написано про женщину, роженницу, которая только что родила, она должна была принести в храм определенные пожертвования, жертвоприношения, в частности, голубей. И там так написано, что принесет она или молодую голубку, или пожилую, не молодую. Причем во всех, про все остальные приношения все написано, что сначала идет пожилая, а потом молодая, Йона, а потом сначала идет Тор. Ну, такие слова там были сказаны. Почему? Потому что так Тора, везде Торе написано про женщину, написано почему-то по-другому. И объяснение, очень простое, и очень интересное объяснение Баля Турим предлагает. Дело в том, что у взрослой голубицы, у взрослого голубя есть супруг, а про голубей, юрславимских голубей, известно. Так написано было в этой книжке, я никогда не проверял, я никогда не смотрел книги по биологии, но я верю этому. Если это так, то это нужно учесть. У них есть такой обычай, природный обычай, да? Так они себя ведут, что если они теряют партнера, они живут, муж и жена, самец и самка, вместе, как люди, у них моногамия. Если умирает один, то второй просто погибает, или он погибает от тоски, как было сказано, судя по глаголу, которое здесь написано, он просто сам себя убивает. Но это называется умереть от тоски, это сам себя уничтожает. Чтобы поскольку у пожилого голубя есть супруг или супруга, то тогда в случае, если тебе подвернется под руку молодой, ищи молодого, у него нет еще супруги, для того, чтобы принести жертву. Для чего? Чтобы не принести ненужные страдания слабому созданию голубя. И добавляет, если, он так написал, это его слова, если Тора так беспокоится о голубях, то тем более надо беспокоиться о людях, не заставляя им ненужных страданий. Еще один рассказ о Хофисхайме. Ему однажды рассказали, что один из его блестящих учеников, один из учеников обижает вдову, вдове, в которое он столуется. Мы как-то говорили об этом, так было принято. Во многих местах, где стояли ешивы раньше, люди были бедные. И Бахурим, молодые люди, которые учились в ешивах, у них не было денег, и поступали с ними таким образом. Им давали ночлег, жители этого города, кто мог, кто сколько мог. Бахура-Койка, да? Койку давали одну для молодых людей, которые там только ночевали. А некоторые еще и давали еду. Ну, распределяли был список, хотя бы один раз в день поесть. И богатые люди в очереди стояли, даже не очень богатые. Считалось это большой честью, большой заслугой помочь человеку, который учит Тору. И тогда заслуга в обучении Торы, часть его заслуги достается и тому, кто ему в этом помогает. Так вот, этот один из блестящих учеников ешивы, любимый ученик, один из, он любил всех, Хофис Хайма обижает вдову, говорит всякие ей слова. Она, наверное, вообще-то женщина была непростая. Это я от себя говорю, называется Айка Всхуд, найти оправдание для молодого человека. Наверное, она сама его немножко доставала. Но так или иначе она говорила, что ее обижает молодой человек. Она пришла и пожаловалась в этой ешиве. И те люди, которые она пожаловалась, преподаватели, которые там были, рассказали об этом Хофис Хайму. Хофис Хайм тут же сказал, пришлите ко мне этого ученика. Он к нему пришел, он сказал, срочно собирая все вещи, ты отчислен из нашей ешивы. Его спросили, как же так? Это блестящий ученик, которого можно просто взять и поменять, свести с того места. Он даже не хотел слышать, кто прав, кто виноват, кто начинал эти разговоры, кто их заканчивал. Раз она в обиде, значит, тебе никакого прощения нет, уезжай. Но ведь совсем недавно вы простили ученика, который и учится плохо, и не молится вместе со всеми. И вообще ведет себя как угодно. Но он говорит, ну посмотрите, ведь он же, когда его ругает, он молчит. А этот человек отвечал вдове, вы говорите, что она начинала? Отвечал вдове, это наглость. А написано в трактате Кала, это один из трактатов Демары, там так написано. Наглец идет Дином в ад, а скромный в ган-эдден. Наглец идет Дином, даже если он ничего плохого не сделал, просто нагло разговаривает с людьми, например, отвечает на обиду. А скромный человек, даже если он делал плохие дела, в ган-эдден. Почему? Спросил Хофис Хайм и ответил. Но дело в том, что известно, что тот, кто нагл, никогда не делает шум и никак не справляется. В этом заключается его наглость. Поэтому малая вероятность в том, что он не справится. И справится, вернется обратно, возьмем. А человек, который скромный, несмотря на то, что он может сделать не совсем достойные дела, и в силу своей скромности, мы можем о нем судить, в силу этой скромности, что он, скорее всего, может исправиться. И когда человек скромный, он становится наглым, это один из признаков того, что он на самом деле портится. По этому признаку мы находим тех людей, которые, в принципе, кричать караул, гевалты, нужно побежать ему и помогать. Если ваш ребенок был очень скромным и другому начинает привлекать наглость, в первую очередь обратите внимание, не завел ли он ненужных знакомств с вами. А потом еще посмотрите на себя, не обижаете ли вы его. Если вы его не обижаете, а ненужных знакомств, нехорошего влияния у него нет, тогда начинается проблема. Решение проблемы, с этой проблемой нужно идти к специалистам, и в первую очередь к серьезным раввинам. Известное правило, если человек угрожает, это очень важная вещь, я расскажу, если человек угрожает другому, что-нибудь его рассудит, смотри, ты плохой. Но есть высший суд, есть высший судья, он тебя накажет. Если человек таким образом, даже думает, или, по крайней мере, он даже и говорит, то это называется следующим образом. В этом случае так мир устроен, его дело моментально передается небесам. Вот это спор, тяжба. Но сначала разбирается он сам. Повторяю, один человек имеет напряженное отношение с другим человеком, и он считает, что тот поступил неправильно, раввинский суд рассветить их не может, или, может быть, нету, или, по крайней мере, свидетелей. Вот, например, чисто классический пример. Нет свидетелей. Он говорит, ничего, ничего, всеушний тебя накажет. А если он еще и молиться будет, уже слова, одни слова только всеушний тебя накажет, приведет к тому, что на ней начинают рассмотреть, кого? Тебя. Ты сказал, всеушний тебя, и он накажет. А посмотрим, а ты тот ли ты, таков ли ты, что ради твоей просьбы, по твоей просьбе будет сейчас рассматриваться судьба другого человека, наказывать его будут, или еще что-то. Поэтому, это очень серьезная вещь. Знай, что небо слез, не, неправильно сказал, знай, что врата слез, ворота слез, на небе, где принимается молитва, всегда открыты. Поэтому, надо остеречься, прежде чем обидеть слабого, того, кто плачет, даже если нам кажется, что мы, нужно остерегаться, даже если нам кажется, что эти слабые не правы. В чем дело? Почему? Потому что в первую очередь будут взвешены ваши дела. Обижаешь слабого, или же, говоришь другому человеку, суд будет рассматривать наши дела, это то же самое. Один к тому, в этих двух случаях, не обязательно одинаковый, кстати, моментально решается вопрос, дело поступает к рассмотрению, и ты начинаешь рассматривать именно твое дело, то есть, тебя самого, а потом переход к общему. Поэтому, поступает в ситуацию, в ситуации, кто прав, я или он, такая ситуация, я прав или он, смотрим, кто слаб. Если он, то думаем, я вот решил, я вступил в конфликт с некоторым человеком, я говорю, я прав или он, я начинаю задумываться. Я должен знать, что если он, что если он слаб, кто из нас слаб, я или он, если он слаб, то дважды подумай, прежде чем начать, такое выражение, качать права, требовать справедливости. Почему? Потому что, если мы праведники, мы прав не качаем, а если мы неправедники, то нас наказывают за то, что мы обижаем слабого. А обида слабому заключается уже в том, что я передаю наше дело на небо. Вот вся логика. Ну, уже если мы праведники, разве мы не прощаем других людей, кстати, какое еще дело может рассматриваться? Мудрец Бах, автор большого комментария, который называется Байт-Хадаш, на законы Шелхана-Руха, которые приписаны в Шелхана-Рухе, у нас осталось с вами 7 минут, поэтому сейчас начинаем торопиться, можно сказать, 6 даже минут, не то, что 7. Главный район польского города, который назывался Бельц, не Бельц, который там у нас на юге, Молдавии где-то, а Бельц, Бельцские хасиды, он имел обыкновение сидеть ночью и учиться при свете свечи. И свеча горела у меня до утра, и утром он шел спать. В общем, так полагалось поступать всем раввинам той поры. Если человек не учится ночью, то он никакой не раввин. Так считалось. Я не знаю, насколько это оправданно, но так это полагалось. И бывали такие случаи, что человека могли уволить за то, что если видим, что ночью он спит, а не учится, днем он должен решать все остальные вопросы, быть раввином, а ночью нужно учиться. А когда спать, это никого не касалось, это проблема самого раввина, наверное, так. Так иначе он сидел, и однажды у него закончилась свеча, кончилась свеча, догорела, другой свечи не было, дома не оказалось. Потому что делать было нечего, он в темноте сидел и устно, на память, учил талмуд. Но в это время так случилось, что в доме напротив рожала какая-то женщина. Я даже не знаю, в этой истории не написано, родила она успешно или не родила, но по крайней мере, там была какая-то суматоха, и муж выглянул в окно и увидел дом напротив раввина, а там нет света в окне. Раввин спит, наш раввин спит. А человек был большим весом в этой общине, он, может быть, входил в совет этой общины, один из его учредителей, не знаю, богатый, может быть, человек был. Так или иначе, он понял вопрос о пребывании Баха, он был чем-то молодым раввином в их общине, в Бельзу. И люди общины, руководители решили, что из этого города высылается главный раввин, договор расторгается, те небольшие деньги, которые они им платили, выплачиваться больше не будут. Написали письмо, называется разводное письмо, письмо увольнения, передали служке этого синагоги, чтобы он передал раввину. Сушка знал, в чем дело, и начался уже несколько часов до субботы, и он решил не обижать раввина, молодой раввин, для объяснения, почему он молился, почему он спал, не спал, но начается суббота, зачем ему субботу портить. И он ему это письмо не передал, только после завершения субботы он ему передал. Написано было, что Бах, он, по-моему, сам написал, что он возмутился, потому что мало того, что они мне платят такие деньги, что у меня даже на свечу не хватает, они еще и представить себе не могут, что человек может заниматься ночью и без свечей, так они еще и перед субботой специально, чтобы обидеть и унизить, а может это не Бах, они ему написали, унизить, передали ему письмо, и только благодаря этому служке. Служке, габай синагоги, Бах нормально провел одну субботу, это последнюю субботу в городе Бельц, и он сказал, он обиделся на них, и сказал, что их ожидают большие перемены в будущем, и уехал. Ну, так оно и случилось, не прошло много времени, и весь центр Бельц выгорел, сгорел, кабаху об этом сказали, он сам расстроился, он не знал такие слова перед такому жуткому делу, очень расстроился, так он написал, что он научился, нужно смотреть за собой, но так или иначе, они жалели деньги для свечей, своего раввину, и они сгорели от свечи, какая-то свеча вызвала пожар, и деревянный, центральный район, там, где жили богатые люди, сгорел. А вот этому человеку, он перед этому служке, этому габаю, он дал бараху, благословение, и тот на самом деле, за то, что он ему не достал лишних страданий в субботу, тот прожил больше 90 лет, а его сын был главным раввином в основном городе Бельц. Еще проходит схайма, у нас осталось 3 минуты, я рассказываю историю, довольно-таки знаменитая, известная, у него был маленький магазин в молодости, и он зарабатывал тем, что он торговцем, владельцем маленького магазина. Но он очень старался помогать людям, поэтому достал только качественные товары, всегда занижал цены, в принципе, его выгода была минимальная, самые маленькие цены в городе. И к нему очень скоро начали приходить почти все жители этого района, и он увидал, что другие продавцы несут потери, даже не столько потери, сколько страдают, просто страдают, что большинство клиентов уходит к нему, и тогда он решил, чтобы их не мучить, открывать магазин на один час или на два, но не больше. И выяснилось, что его желание не обижать других людей, партнеров, конкурентов, он смотрел на них как конкурентов, это были евреи, привело к тому, что и стояла большая очередь всегда, и тогда он, чтобы их не обижать, взял и вообще прекратил торговлю, только чтобы не обижать других людей. Это очень важная тема праведности в мире бизнеса и торговли. Только сейчас в Москве прошел семинар на эту тему в общении Равина Злотского на тему Тора и становления личности в мире бизнеса, успех бизнесмена и финансиста с точки зрения Тора. Очень интересный семинар, я на нем участвовал, приехал несколько часов назад из Москвы, там была подчеркнута главная мысль, может быть, девиз этого семинара в том, что надо на самом деле дерзать, не прекращать расти, добиваться карьерного успеха, становиться, может быть, удачным бизнесменом, если ты еврей, будь удачным. Вот эта вот удача, это очень важная вещь, и на эту тему тоже нужно будет отдельно поговорить, старайся, преуспевай, становись богатым, помогай людям, но никогда не нарушай запреты Торы. Более того, только тогда Тора тебе и поможет, если ты еврейский бизнесмен, поможет достичь больших высот, преуспеть финансовый успех, для того, чтобы ты помогал другим евреям, если ты не будешь нарушать ее запреты. Поэтому мы сегодня выучили один из них, никогда не обижай других людей, старайся помогать им, но не обижай. Очень вам спасибо сегодня, всего хорошего, шалом, шалом.